Мы же много с разными людьми общаемся, да? Но для нашего рода это гармония вселенной, это равновесие света и тьмы. Вот мне сейчас легко объяснять компьютерные технологии стали, да? Вот мне один профессор объяснял, говорит, вообще вот весь компьютер устроен на двоичном коде. Там есть только единичка и ноль. И все, что там есть, это нарисовано единичкой и ноль. Мне один священник объяснял, в мире, говорит, есть два чувства, это, говорит, любовь и страх. Вот есть, говорит, только все люди, что делают, это во имя любви и из-за страха, и его производной, ну, в сути своей. Но мы объясняем то же самое через свет и тьма. То есть свет и тьма это равновесие, это вот когда в мире свет и тьмы будет ровно пополам, тогда будет гармония. Тогда у каждого мужчины будет своя женщина, у каждой женщины будет свой мужчина. Ну, солнце, аморал, мужчина, огонь, это мужские энергии. Женские это луна, вода, серебро. И об этом рассказываю я долго, ну, что там, два с половиной часа, у кого времени хватит слушать. Но люди не хотят уходить, если начинают двадцать с половиной часа рассказывать. Поэтому для меня это, в общем-то, понятно все, кармическая тема. Но для нас сейчас стало, знаете, вот даже, когда у меня миллион человек прошли перед глазами, то уже мне стало немножко, все задают одни и те же вопросы. Я сижу одно и то же отвечаю, ну, уже как попугай. Уже стало как-то неинтересно. Потом мне стали, люди придут, я им возьму, так-так-так-так расскажу. Они встали, пошли, экскурсовод говорит, а зачем, вы же хотели его спросить что-то? Они говорят, он нам сам все сказал. Потому что действительно, люди не все, они при всей их многообразии, а на самом деле все одинаковые. Свет и тьма. Это будет мужчина и женщина. И проблемы одни и те же, и вопросы одни и те же. И что характерны ошибки одни и те же. Поэтому, чтобы люди на чужие грабли не наступали, мы собрали и в виде традиций. Вот для нас сейчас очень важно, в России, я даже стал больше по-русски говорить, но русских больше, нужно возродить силу рода. Вот раньше у русских самые священные слова были, это родина, природа, родня, родники, родители, народ. А там проблема, там корень, род. А род, это дед всех богов. Вот в своей жизни, особенно мужчины, должны понимать, что до 33 лет он должен свой род начать, начать его поднять и прославить. Вот это мужской путь. А мне эта девушка говорит, как можно за славу умирать? Я говорю, а за чем можно умирать? За деньги что ли? Вот человек голый приходит в этот мир и голый уходит, да? А все, что после него останется, это память о нем, слава его, слава рода. Вы знаете, слава рода для русских всегда была очень важна. И я в детстве помню, когда мы приехали в Белоруссию, у меня дед белорус, он, конечно, цыган был, но по паспорту белорус был, раз в Белоруссии. Он погиб в 43-м. Если можно, заодно сейчас представьтесь, не по белорусской роду, а по алтайскому, какому вы роду принадлежите? Мать у меня рода Мюри, народа Кумандинцев. Спасибо. Род Мюри. Мое шаманское имя Опяч-Ан. Меня так шаман знают. Ну, потому что мы даже так, что я вот не... Опяч-Ан это по-русски значит белый морал, но опять же с Кумандинского. Ан это морал, а Ман-Жирок это сердце белого морала. Поэтому я часто там бываю на горе, но особенно обрядовые дни. То есть, когда обрядовые, конечно, всегда там. Но у меня сейчас там Наталья, как экскурсии проводит, а я тут, это мой музей. Но для меня шаманское... Все эти шаманские дела, это все очень серьезно. Это серьезно, но для меня это уже стало менее серьезно по сравнению с тем, что сейчас убивается. Это чисто тактические ходы, шаманские. А вот есть стратегические, общие. Вот эти тактические, они не будут эффективно работать, если общая стратегия выбрана неправильно. Если стратегию убивают, то тактика уже бесполезна. Понимаете, в чем дело? Ну, для нас шаманские приемы, это... Ну, вот разные. У каждого видите свой путь. Вот дядька у меня лечил незаживающие раны. Никто не мог вылечить. Он вылечит астемиелит, псориаз. Ну, я знаю, как это лечить, но мне некогда. Ну, это нужно оборудовать немножко, место специально, и заниматься этим. Ну, кто будет болеть, я буду подсказывать. Ну, пусть сами делают. Просто, ну, у нас просто такой закон. Если ты не можешь человека до лечить, ты не должен даже браться за это. Если ты берешься лечить, ты должен отпустить здорового. Он тебе пришел с болезнью, и уйти должен быть чистым. Ну, здорово. Если ты это можешь сделать, значит, ты можешь за это браться. Если не можешь, то ты не должен, особенно, даже деньги брать за это. Это большой грех брать деньги, не за оказанное, в общем-то, дело. Правильно? Поэтому мне нужно еще маленько этим заниматься. Хотя вчера я видел все, как это должно быть. Ну, то есть. Ну, может, через 5 лет я все это сделаю. Поэтому шаманские вещи, они чем серьезны? Человек этим может себя и открыть, свой персональный код, или, наоборот, кажется, закрыть. Но это вот чисто вот тут вот на контактах работает. А есть вещи намного важнее. Вот об этом мы сейчас людям рассказываем. Ну, круче. То, что должно стать национальными традициями всего русского мира. Вот такие мы себе горизонты ставим сейчас. А начиналось вот с простых, там, шаманских дел. Но традиции. Когда-то Джордж Вашингтон сказал, чтобы нацию эту победить, надо, чтобы они забыли свою культуру, историю и традиции. Ну, так как мы за историю бесполезно там браться, там сам черт не разберет уже. А культурой вообще-то каждый человек должен понемножку заниматься. А вот традиции мы будем возрождать. Поэтому я всем разрешаю записывать. Я даже говорю, записывайте, пожалуйста. Почему? Потому что это очень важно, чтобы больше людей узнали. Вопросик, походу, значит, вы сказали о культурных русских традициях. Поясните, пожалуйста, для тех же зрителей, кто будет смотреть, что для вас такое русские традиции, как вы в русских традициях видите вот это вот, может быть, тюркский мир, может быть, шаманскую веру, может быть, вот эти вот все веры, ну, как они называются, анимические веры, Алтая, там и Сибири. Понимаешь, вот сам русский язык это все сохраняет. Вот одна есть вера, это ведать Ра, познать силу Солнца. Вот Солнце и Луна, кто с ними будет спорить? Если Луна древнее Земли на миллиард лет. Ну, понимаете, и все религии, когда начинают делать, они все равно основу делают вот на это. То есть, если хоть мечеть будет, хоть церковь, она вся будет стоять лицом на восток, туда, где Солнце всходит. На каждой мечети везде Луна нарисованная. Мусульман. А у христиан, когда стоит там крест, и снизу такой полукружек видели, то это вот этот полукружек, это Луна, а крест символ Солнца. Это Солнце и Луна в одном символе. Это равновесие света и тьмы, гармония этих отношений. И любые религии, они стоят на этом. Поэтому многие дни, ну, особенно самые главные дни, они все равно будут совпадать. Ну, для того, чтобы было хорошо, есть обрядовые дни. Но это обычно солнцестояние и равноденствие. Я, может, неправильно задал вопрос, вы меня не поняли. Именно вы сказали про русскую цивилизацию, русскую культуру, что это такое. Я тебе, я не могу, пытаюсь сейчас сначала начать рассказать. Сначала? Сильно долго. Это, ну, я понимаю, что для коротких роликов это долго, но для нормального такого фильма это будет нормально. Почему? Потому что... Нормально, нормально. Это древняя культура, ее русская. Ее сейчас вот просто убивают. Вот когда в Москве сожгли библиотеку и не он, то вы думаете, там что сгорело? Все. Вот если вскать, что же... Они еще говорят, что все сгорело. Вся литература о древнем славянстве. И тут, конечно, мы поняли, что у нации просто выдернули стул из-под задницы. Потому что через 20 лет придут, скажут, а вы кто такие? У вас тут не было, скажут. Ну, господин Пивоваров... Не бывает, понимаете, будущего у тех людей, у которых нету прошлого. И прошлое просто убить. Три вида биоэнергии есть изначально. Энергия прошлого, энергия настоящего и энергия будущего. Прошлое это энергия предков, настоящего тела. А будущее тогда бывает хорошее, вот когда люди предков поминают, а ближних не обижают. Но если просто люди, ну, как сказать, я ввел свои мониторинги, я спрашивал людей русских, разные простые вещи. Мужчин спрашивают, знаешь девичью фамилию бабушки-жены? Той жены, которая тебе уже троих детей родила. Та, которая взяла твою фамилию и твой род теперь славит. Ну, жизнью своей. Не знаю. Я говорю, ну, как это ты не знаешь? О самом близком человеке на этой земле ты не знаешь, в общем-то, простую основу. Девичью фамилию бабушки. Два рода объединяются. Ну, то есть, свадьбу сделать вообще неправильно. Мне даже интересно, в России стали передачу сделать «Свадебный генерал». Ну, думаю, ну, наконец-то, наверное, людям решили о свадьбах рассказать, как нужно правильно свадьбу делать. Человек в своей жизни, он также трижды бывает велик. День рождения своего, день смерти и день свадьбы. Но обратите внимание, да, три свидетельства человеку за жизнь выпишут о его рождении, бракосочетании и смерти. Но так как ни рождение, ни смерть человек контролировать не может, в жизни останется всего один день. Один день по-человечьей прожить не можем уже. День свадьбы. Делают, как попало. Ну, вообще страшно. У нас, ну, вот нужно запомнить, вот запиши нашему, скажи, свадьбу делать себе на растущей луне. Вот никак не на убывающей. После свадьбы женщина целый год не должна ходить на похороны мужчин, чтобы не обдавить раньше времени. У нас тоже катастрофично в России. Нусульмане вообще своих женщин на кладбище не пускают. А что вам им туда ходить, если они, ну, щека отвалится, а женщина нацепляет, потом болеет, ничего понять не может. На кладбище это вообще серьезно туда. И после свадьбы всего 40 дней дается, должны научиться поминать предков друг друга, как своих собственных. Вообще, ну, там на свадьбу снимаются водовые проклятия. Но поминать предков, как своих собственных, вот обратите внимание, женщины худо-бедно соображают. Она замуж выйдет, фамилию мужа берет. Фамилию мужа возьмет, церковь падет, падет, свечки ставит. Она за своих поставит, и замуженных поставит. Доброе же, раз вышло. Мужик уже некогда, как всегда. А потом смотрят, этот мужик лежит, телевизор смотрит, она на кухню шабуршится. Тоже с работы пришла. Ну, еще дома, потом начинает что-то делать. Мужик давно спит, она будет стирать, развешивать, гладить ей что-то надо. А потом жить они будут дольше, на 12 лет в среднем. Проще говоря, три зимних и три летних олимпиады русские мужики пропускают по причине своего полного отсутствия на поверхности планеты. Потому что они своих не поминают, а предков жены вообще игнорируют. Да? Но они не виноваты. Их научили некоторые, как говорится, наши коллеги, поминать предков по именам. А они, которые имен не знают, глаза не видели, как их правильно поминать? Ну, когда... Ну, вот мы научили, вывели формулу. Кстати, об этом сейчас ТВ-3 будет передачу показывать. Мы поехали... У меня была интересная история. Они целую передачу знали. У меня был в жизни интересный случай. Тем интереснее, там еще наш известный артист Валерий Золотухин как бы присутствует. Мы когда-то в Истром Истоке, в его родовой деревне, когда он церковь устроил, а я ему помогал. Когда я ему помогал, мы школу устроили. Я там нашел могильную плиту Иерея мужского монастыря. Прямо такая мраморная стела, там на тряпке выбитая книга лежит. А впереди написано Куршин Петр Федорович в 1822 году стал диаконом, стал Иереем. В селе Куршин, фамилия село Курши, его родовое. А сзади написано Братья мои возлюбленные, поминать имя, егда поэтию Господа. Он просил братьев монахов поминать его. Когда коммунисты пришли и этих монахов бедолаг, кого утопили, кого расстреляли, церкву всю разрушили, из ее кирпичей сделали фундамент клуба и туда же закопали его могильную плиту. Он христианин, но душа в раю. Он вояславу Божию и ради людей всю жизнь. И что характерно, даже у него на могильной этой плите Куршин фамилия, каждая буква заглавная. Вот некоторые вещи, люди как-то... Потому что, понимаете, вот родовое имя, фамилия, оно намного эффективнее, чем просто имя. Тебя без фамилии по имени никто не узнает. Вот выйди, скажи, славу знаешь, но какого славы? Понимаешь? Когда ты маленький был, тебе спрашивали, ты чего рода, мальчик? Ты говорил фамилию. И если твой род пользуется уважением, тебе конфету дадут, тебя по голове прогладят. Если твой род косячный, развернут, пенька дадут, скажут, иди, мальчик, отсюда. Понимаете, что мы делаем? Фамилия, она важна. Это родовое имя. И вот там, на этой могильной плите, в конце написано, поминайте мя, як да поете Господа. Он так просил. Да упокойсь, праведный меня Господь. Он так написал. Я из этого выявил свою молитву. Когда вот будут в поминальные дни, там, Пасха, Радоница, я приду домой, телевизор выключу, свечку зажгу, налью там кому киселя, кому коньяка, подниму 30 грамм торжественно, чтобы жена слышала, чтобы дети видели, скажу такие слова. Упокой Всевышний с праведными всех усопших рода нашего. И по фамилии, родовые фамилии, отец у меня Игнатенко, мать Ельцова, жены Цыбанова, Шибкова, Киреева, Долженко, Тулина, Шахова, Черникова. Хоп, 30 грамм. Мне приятно. Им хорошо. А жена, когда слышит, что я ее род поминаю, как свой собственный, сразу у нее в душе начинает шевелиться какое-то сложное, глубокое, интимное чувство. Любовь называется. Две девочки в душе хотят, чтобы мужчины их роду уважение оказывали. Мужики бы тоже рады, но их научили по именам. Они их, вот тебе и... Ну, ты один раз вот за обеденным столом, за обрядом, ну, когда там помин... Ну, с христианскими совпадает, ради Бога. Пасха это уже поминальный день. Ну, вот Радоница это Пасха для покойников, что называется. Вот тогда нужно, чтобы... фамилию, энергия рода, сила рода. Кстати, вот одну традицию я сам придумал. Мы когда-то нечаянно с женой, мы с женой когда поженились, я дома такую традицию завели. У меня дома есть коробка, там хранятся елочные игрушки. Что характерно, она почти у всех есть. А у нас кроме игрушек там лежит тетрадь такая толстая. Она весь год не нужна. Когда елку наряжают, коробку достают, там тетрадь. Все читают, ну, никто не пишет, пока Новый год не стоит. А когда сольют шампанское, ее под елку положат. Но когда наступит 1 января, понимаешь, вот баскетбол видел, 3 секунды остается, и счет может поменяться. Поэтому нужно, чтобы год точно закончился. Год заканчивается, где-то с 1 по 14 января каждый член рода в эту тетрадку своей рукой будет писать, что у него было важное за прошлый год. Кто не умеет писать, там рисует. Кто там совсем маленький, там ножки будут обводить. Но мы 20 лет пишем. И так стало интересно почитать. И мы решили это сделать национальной традицией всего русского мира. И поэтому я прошу немножко патриотично, потому что через эту традицию, и у нас чем больше будет красивых, сильных родов, тем больше... Наши предки, как ангелы-хранители, хотят нам помогать, но помогают тому, кто поминает. И пока дедушки, бабушки живы, чтобы туда написали любимые молитвы, любимые рецепты там, чтобы внуки наших детей получили от них письмо. Возродить на Руси силу рода. Вот это намного становится важнее, чтобы русские не хотели из России уезжать, чтобы родня с роднёй родилась, чтобы природу почистить, чтобы родники возродить. Вот тогда будет хорошо. Понимаешь, в чем дело? Вот такую мы сейчас потихонечку работу ведём, потому что уже молчать дальше нельзя. Надо уже, пришло время, как бы, немножко делать. Поэтому я радуюсь, что некоторые люди что-то хотят донести обществу. Ради Бога. Всю информацию будем давать. Я вам рассказал бы свои авторские проекты. Девять великих бубнов, восемь ворот шамбалы. Могу рассказать про камень Чентаманий или про трон неба, про белую волчицу или белого морала. Это всё, у вас глаза будут квадратные, вы будете сидеть от кубок к этому. Вот очень много интересной информации по Алтаю, потому что про Алтай, но у меня даже такой есть лозунг. Алтай, он как сказка, это благословенная земля, овеяна легендами и даёт силы каждому, кто будет жить, творить и созидать во славу Алтаю. То есть смысл тут немножко, ты правильно сказал, мы про Алтай хотим написать. Некоторые люди приезжают и хотят себя через Алтай прославить. Тут как бы ни у кого ничего не получится. Но если ты Алтай будешь славить, и тебе дадут силы, чтобы ты это всё вытащил, чтобы ты сделал то, что задумал. Да, Алтай он великий. Вот, кстати, люди приезжали, два года назад, Галай-Лама, он сказал, закончились учения, он говорит, станьте, кто из России, из Казахстана. Люди встали, он сказал, посмотрите на этих счастливчиков, они живут там, где же сейчас начнётся духовное возрождение всего человечества. Энергетический центр переходит на Алтай. Это было два года назад, но сегодня, вот сейчас произошло это событие, в Непале, видели, землетрясение. Вы знаете, всегда вот эти вот энергетические переходы сопровождаются вот такими катаклизмами. То есть, когда Иисуса Христа убили, произошло, ну, знамение отца Места, ну, знаете, всё это по истории. Гуса Белояра, когда распяли, тоже такая же была. Поэтому и сейчас, когда духовный, энергетический центр перешёл на Алтай, Непал оказался в зоне страшного катаклизма. То есть, это вот произошёл вот такой вот определённый энергетический как бы переход. там, где ушёл энергетический, ну, духовный центр, там, видите, что, древние здания были разрушены, люди массово погибли, горы стали меньше. Это всё говорит о том, да, от этого землетрясения горы стали ниже. Это всё говорит о том, что это всё происходит. Ну, это было предсказано, Далай-Лама сказал. Поэтому, ну, мы ждём, нас пошли люди, те, которые землю покупают, там, строят какие-то эко-посёлки, чтобы всё это не сдали. Слава Богу, потому что так и надо природу чистить. Может человек жить в природе, в единении с ней. Почистить эти роднички, ну, правильно, дом надо выбирать. Знаешь, у нас самое страшное, вот как у нас убивают родники в России. У нас родники по законодательству, они все относятся к Москве. А убить родник и почистить его, штраф вам выпишут одинаковый. То есть, если ты будешь родник убивать, тебе могут выпишать штраф, и то навряд ли. Вот у нас священные родники Умай. Вообще засыпали и всё. Тысячи лет эти родники были главными на всём Великом Алтае. Три километра отсюда, вот на поправой стороне в Сростке поедете, священные родники Умай. Ну, у меня вот газета лежит, две недели назад, десять дней назад там была авария, вот нам девять человек лежат в этой реанимации. А там крестиков ставить некуда. Там, где родник засыпается, сверху всегда негатив будет стоять. У нас вот Биск, второй город Алтайского края, но тут хуже всех. Тут, как сказать, священное место по всем эзотерическим местам, как это последняя битва добра и зла там по Рериху, много там, этот магический треугольник, который вот эта земля золотой бабы. Тысячи лет здесь стояла самая главная святыня всех всех тюрков, легендарная золотая баба, мать всего живого, богиня плодородия, богатства и судьбы. Покровительница новорожденных, защитница молодоженов. Она стояла здесь и тысячи лет оказывала все это. А в городе самые маленькие зарплаты, люди несчастные. Они просто самый несчастный город. Там на Маджироке это серьезно тоже стоит наверху на горе. Ну, в Алтае две золотых бабы. Одна там, другая здесь. Но это обе наши. Мы сделали для чего? Для того, чтобы пульт женщины потихонечку возрождать. Ну, это даже не то, что женщины, ну, как суть ее, ну да, женщины. Золотая баба это не портрет женщины, это портрет луны в человеческом обличии. Но это энергия, которую можно назвать как Богородица. Энергия Богородицы. Как правильно, я в этом еще не думал ее называть, ее можно называть по-разному. Но суть будет оставаться такая. Кстати, вот для женщин русских я всегда спрашиваю, а когда день рождения Богородицы? Вот, понимаете, видишь, что творится? Видишь, что творится? Люди чем-то уже хотят эзотерическим заниматься, не зная, в общем-то, самого святого женского дня на этой земле. Ну, по-христиански называется день рождения Богородицы. А знаешь, почему вы не знаете? Потому что в этот день из родников родной земли бежит целительная и структурированная для женского здоровья вода. А чтобы русские много не рожали, чтобы женщины болели и люди счастья своего не знали, от них умудрились скрыть самое великое. Это как? Никто не знает. Я говорю, я не верил, я спрашивал, тысячи людей, никто не знает. Знают только, если у них у самих в этот день день рождения или у кого-то из их близких. Хотя, что может быть более великое? Но Россия благоволит Богородица и все это как бы знают. Это тоже, знаете, вот есть в истории такие факты, которые, в общем-то, трудно скрыть. Вот многие русские думают, что от ордынского иго их освободились они сами. Сами, ага. я вам расскажу правду, вот можете проверить. Так, вы уточните, пожалуйста, для зрителей, когда же день рождения Богородицы? Этот день нужно вообще знать, иначе я про него немножко больше хотел рассказать. Но я давай про нее чуть-чуть больше расскажу. Но сначала вот этот случай начал, он должен закончить. Ну, в смысле, не поймешь, что вперед. Я просто, что такое Богородица для Руси? Вот я хочу объяснить. Когда Русь изнемогала уже, все вокруг ее были враги. Север, запад, восток. Со всех сторон Русь была окружена. С юга это были османы. Отсюда, с востока, синяя и золотая орда. Там уже данью обложили, там уже женщину угоняют, там жить было уже невозможно. Но вдруг появился в Узбекистане, кстати, Самарканд Тимур Тамерлан. Безжалостный старик. Ну вот, как это было? Он сначала пошел, полностью разбил османов, потом разбил синюю орду, потом золотую. Он подчинил ее себе. Он не был ханом, он даже себя так ханом не называл, назывался эмиром, военачальником, главнокомандующим. А Дмитрий Донской, вот, кстати, если по картам посмотрите, у него в его войске был большой такой отряд тактамыша. А тактамыш назвал себя ханом. И он, объединившись с Дмитрием Донским, бросил вызов настоящему хану, Чингизиду, Мамайу. Мамай был Чингизид. И по яси Чингизхана он имел право быть ханом. Да. Чингизидом был тактамыш. Мамай Чингизидом не был. Вот, как раз наоборот. Вот, именно, вот это, вот, Тимур Тамерлан чтил ясу. И когда Мамай проиграл Чингизид, тогда Мамай, этот, Тамерлан решил покарать Русь. Он, он сам не был Чингизидом, он себя ханом не называл, но он чтил ясу. И, когда Мамай проиграл Куликовым поем, и тогда Тамерлан решил Дмитрия Донского карать. Вот, почему он пошел на Русь. 200-тысячная армия конных, один монолит. И вот, когда они подошли, уже, они взяли Рязань, и первые конные отряды пошли на Московию, и тогда ночью ему приснился сон. Они взяли только Елец. И Рязань тоже. И от Елеца отвернули, а Рязань уже была разгромлена. Ну, в том числе, еще не была восстановлена совершенно. Но это уже нюансы. Это нюансы. Это нюансы. Первые, я вас пошли конные отряды искать дорогу на Москву. Броды, дороги. И когда ему приснилась Богородица, видел, говорит, женщину в синем, с головы идет свет. Он повернул свою армию, ни перед кем он никогда ее не поворачивал. Когда-то мы чему сказали, если Святая Марьян защищает эту землю, то не надо туда идти. Ну, так и было, потому что Владимирскую икону вынесли тогда для защиты земли. Ее было обнесено, по-моему, или Кремль, или что-то там. И вот именно в этот момент и повернул Тамерлан. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну вот я вот еще тебе покажу одну штучку, которую сейчас я просто проверю, насколько вы говорите, подготовлено к этому, как к эзотерике. Это мне тоже. Вот знаете, что это такое? Нет. Вот сейчас я вам важную вещь буду объяснять. Смотри, какая красивая. Она крест и звезда одновременно. Вифлеемская. И как ты не поворачиваешь, с любой стороны будет крест и будет звезда. Ну, с любой стороны. Ну, понимая, что Вифлеемская 2000 лет, а эта 26 тысяч лет, то тут как бы трудно назвать ее Вифлеемская. Это самая первая славянская звезда. Самая умная, красивая, добрая и древняя. Все народы завидуют, что у русских есть. Это символ славянской нации, незаслуженно забытой самой нации. Вот крест это оберег, звезда талисман. А это талисман талисманов и оберег оберегов. Звезда Алатырь, крест сварога, око рода славянского. Божественная геометрия. Вот в этом символе сошлась вся мудрость нашей культуры. Все руны, чертоги, обереги, ужи, двуглавые, триглавые. Это знак синей сварги, обители богов. Центр мироздания, цветок жизни, звезда, тысячи имен. Все народы ее любят. Вот мордва просто в герб поставили. И чуваши, чуваши ее называют, чуваши-тюрки. Они называют солнце и ставят герб. Удмурты, у финно-угорские бабушки, посмотри, деревню, когда ремонтировали свою, они на всех воротах сначала ее вырезали из дерева. Мусульмане, татары, они ее знают, они ее называют свет вокруг меня. Это из нее сияет свет рода Всевышнего. Она дает благодать свою сущему, несущему. Она наша все. Русь изначальная, сама суть. Она путеводная. Вот в чем проблема-то? Чтобы русские мальчики долго пути не могли найти. Русским про нее не говорят. Хотя, как скажите, великая, вы знаете, как ее христиане называют? Звезда Богородицы. И на иконе Богородицы, на лбу и на плечах ее, должна стоять восьмиконечная звездочка, символ славянской нации, незаслуженно забытой самой нации. Мы ее хотим делать государственной. Почему я долго рассказываю? Мы хотим поменять герб Российской Федерации. Ну, не весь нам орел нравится, по идее. Орел символ Алтая. Но он царский. Там символы царской власти. У нас, когда президент сидит на трибуне, говорит, у нас нет имперских амбиций. А сзади его царский герб. И все сразу перестают верить. Понимаете, в чем дело? Он может и честно думать, но это саботаж, это провокация. Кто подсунул нашему президенту царский герб, я не знаю. Но когда временное правительство было, Керенского, они же царя власти лишили. Они сразу убрали символы царской власти. Скипетр, коронная держава. Это символы империализма, имперского мышления. Да, империя. Это империя. Под этим гербом, кстати, две империи погибло. И Византия погибла, и Российская империя канула в лето. Но у нас на радостях, что оставили гимн Александрова, а гимн-то слова-то поменяли. Там только музыка звучит, уже у тебя мурашки бегут. Это божественная музыка, которая открывает каналы людям. Ну, поменяли слова, и слава богу, как бы переучили слова, привели их к реальной исторической объективной ситуации. А герб взяли царский. Мне, кстати, последнего царя очень даже жалко. Он, кстати, был миротворец. Он хотел, он в 14-м еще в году хотел собирать вторую эту лигу мира. Он хотел, чтобы мир жил без войны. Его даже номинировали Нобелевскую премию на премию мира. Но его, жену его, настоящая мать, пять детей. Хоть она это, у какой нации были такие царевны, девочки-красавицы, которые солдатам в этих госпиталях раны обрабатывали. Сын-инвалид, всех убили. Потом подняли знамя, в крови все. Симпатично, говорит, будем с ним строить демократическое общество. Да это саботаж. Это саботаж. Проклятие рода Романовых, они свой собственный герб, демократию никогда не дадут. Потому что демократия, это априори враг самодержавию. Почему так сделали? Я хотел бы вопрос задать. Если мне кто-нибудь объяснит по-русски, я всю жизнь буду благодарный. Что? Почему в демократическом обществе царский герб? Это идет полностью в противоречии со здравым смыслом. У нас потому страна держится, что у нас президент на царя похожий. У нас если бы был, вот придет слабый и все может просто развалиться. Потому что эти две головы нужно собирать в кучу. И пока что он своей энергией собирает, бегает там с каждым мэром, с каждым губернатором пытается разобраться. Понимаете? Но это же невозможно. Демократия, она по-другому работает. Поэтому нужно убирать символы самодержавия изначальные и давать ему демократический путь, дать ему конституцию. О! Пусть сидит, читает этого. Но между голов нужно короны убирать. Какие короны? У нас нету царя номинально. У нас демократия. Ну скипетра же там нету. Мы хотим туда поставить. Скипетр есть у него в руках. И скипетр, и держава, и корона. Все на месте. Чисто царский герб. Я не обращал. Я сейчас на денежки найду. Ну это византийский герб. Да? Просто вместо короны надо ставить звезду Богородицы. Вот что мы хотим. Понимаешь, что дело? О! Так. Богородица. Для этого не заб��붙ёт 35-17, а поÖ и Замону 겁니다. Продолжение следует...